I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Голодушки, мы с вами в Тунике Может быть даже заканчиваем, не знаю Это выглядит, вот мы здесь, страничка заляпанная кофе Это выглядит, наверное, как последняя лока Нет, у нас есть опять же еще, мы отсюда пришли? У нас есть еще зимняя лока Да, мы отсюда пришли Я подзабыл Ладно, мы можем пойти на... Наверх? А что у нас тут наверху есть? Куча лисиц, молящихся Подождите Я самого себя убиваю Все такие, получается, зачем ты себя бьешь? Зачем ты себя бьешь? Там была какая-то подстава Может быть я мог их убить с помощью этого? Не знаю Причем Видите, единица затемнена вроде как Единица это то место, куда я пошел Но она выглядит как будто затемненной Но я не знаю, что тут может быть Узло такое напряженное? Вот чем они так опасны Хорошо, я вас понял Ёперес это Вот это перекаты Это какие-то посложнее, ребята, чем базовые Я думаю, что если я упаду в эту речку Хотя вряд ли я упаду в эту речку Но если я упаду, то Это же чистая энергия Она меня начнет убивать Тут камушки лежат какие-то А что если Я молодец, я забыл радиус взрыва Настолько, что меня откинуло Ладно Поехали наверх Тут я видел еще, да Был один моб Вот он И что? Не, погодите А зачем все это? Я в тот зал и так мог попасть Зачем я сюда пришел? А, смотрите Это я туда попадаю сейчас? Давайте посмотрим Если это такой обход То тогда ладно Я почему-то подумал, что я аж в первую комнату попал Я, возможно, ошибаюсь Да, это завальный проход в завальную комнату Теперь это имеет смысл Перчики Две штучки Я могу пройти сюда Чтоб здесь Кроме монеток Там я пройти не могу Практически винтовая лестница Ведет нас к... Вы пролезете сюда? Вы пролезете сюда? Их три Я почему-то в прошлый раз забыл про вот такую опцию Оно тратит много манны Вроде из них вылазит манна При убитии Что с тобой? Заглючил так Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та А зачем мне все это? Зачем я здесь? Мне так бесит вот это мерцание экрана красное но я ничего не могу поделать я уже даже заблудился где я а вот я здесь 10 сервак сервак который мне надо запустить какой-то а я над главным залом там где сохраняшка ладно оставим как есть второй сундук тут будет тут второй проход будет да хорош смелые ловкие умелые блин свидание подождите а тот проход тогда куда я всю ману потратил а это шорткат это нужно 2 динамита может я спал пойду восстановлюсь потихоньку чем чем не тут деньги эти тут никуда не уме чем не по деньгам кстати 636 если я вдруг что-то найду я смогу это прокачать на в любом случае в этом мире я ничего не могу прокачать ладно эти две лисицы сейчас восстановится таргет ты не хочешь взять блин стрельба ему вообще стрельба ему вообще никакого урона не наносит они перекатываются они бьют они прямо это жесткие ребята стрельбу мне не осталось я молодец в это видимо мог наверное выстрелить стрельбу мне не осталось две клубника редиски елки-палки выглядит жестенько мне вот это надо запустить блин там дверь закрылась а почему дверь закрытая была пока перезапускал сервак тоже такая немножко странная комната тут был этот низ возможно не надо было с ним поговорить я отсюда пришел тут получается больше нечего делать только сюда или что или где это где у нас по карте комната 9 я сюда никак не могу никуда пройти может быть тут можно было бы где-то повзрывать какие-то стенки получить бы какой-то бонус ну чё-то не знаю да видите в эту штуку можно выстрелить а это где у нас по карте находится переход какой-то были карта вот эта карта вообще не точная ни разу плитка ну мы запитали это получается какой-то лифт или что-то вроде того не в ту сторону извиняюсь был неправ но к очень жестким я играю на бессмертие но если бы я не играл на бессмертие я думаю я бы отправил не знаю больше часу а вы типа зомбаки какие-то у них атака сбивается хорошо какие звуки но они вдвоем идут что тут есть интересненького а ктулхи не расскажешь сундучков тайных нету ничего странно черепов много возможно это было место жертвоприношение какое-то смотрите потому что лифт оттуда выехал заполнены черепами он обратно тоже работает в этот раз меня решили не бросать и это мы сейчас спускаемся ниже и ниже я там даже не отображаюсь как за стенкой интересно тут какой-то черт я упал от босс это выглядит как босс выглядит как садовник я просто сейчас заспамил но явно это будет не одно сейчас будет наверное смесь всех боссов ну да да начинается первым вообще чудом просто заспамил выбил ему выносливость ману дадите почему 2 видите у меня должен появиться какой-то или прыжок или что-то вот здесь тут же можно как-то дальше пройти серьезно мне каждую нужно а я вас понял следующее не активируется я понял не нужно все эти тотем по поджигать некоторые из них типа хорошие некоторые из них плохие тут не дадут к по одному из каждого из этих врагов что ли нет вроде пока что обычно выдают щитовик щитовик щитовики самые самые наглые потому что нужно определенный момент бить ну хорошо поехали к лягушкам то есть я сдуру включил сразу каких-то средних а не самых легких это тяжелые испытания так то я же говорю щитовики очень бесячие давайте всех кроме этого щас прибью или они таки будут спауниться когда подтаскиваешь они еще некоторое время в стане то есть можно так попробовать ладно еще три статуэтки там телевизоры тут не вижу кто тут а маги маги скелеты и телевизоры ну тут это вы чё ребят ну это же практически невозможно по честному пройти тут же они телепортируются тут нужно честное окно для удара тебе его не предоставляют но я понимаю что тут можно прыгать и все дела не дружище когда ты один остался тоже никчемный пойдем скелетов бить вот 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 Продолжение следует... Челлендж очень долгий, прикиньте, каждый раз вы начинаете сначала, если вдруг проигрываешь, а тут проиграть вообще расплюнуть, потому что тут хватает очень хитрых врагов, хитрых, мощных, те же самые лягушки со щитами и куча магов и всяк такой, да ну нафиг. Магия! Подбираем магию, мы... Почти подобрали всю магию обратно. Артефакт, который позволит нам что? Ты чувствуешь щекотание, ачивка вылезла. А, я теперь умею телепортироваться, все. Я теперь понял, как это работает, все. Ну, я же говорю, должен был быть или какой-то двойной прыжок, или телепортация, или что-то, что позволит мне настолько перемещаться. А что теперь... Понял, могила героя. Это я теперь смогу вот так вот поступать. Есть смысл обойти теперь все могилы героя, которые я знаю. Минуточку, в этом мире? Да, теперь есть смысл наведаться во все могилы героев. Их дофига! Погодите, их дофига. Я с такой короной хожу, прикольный. Монетка. Я могу куда-то сюда пройти? Погодите, там был сундук. Это же мне не стоит ни маны, ничего, вот эти телепортации. Да, вроде как бесплатно. А как не... Да, я теперь даже вот так могу. Понял. Надо как-то вниз туда попасть. Там сундук. А в другую сторону что? В другую сторону тоже должно быть что-то. Не могу. Типа, ну все это классно и весело. А как теперь с этого выбраться? Для этого тут была веревка? Стой. Я хочу этот листочек. Отдай сюда. Конечно. Отдай. Одна и та же битва, немыслимое количество раз. Седьмая, восьмая страница. Типа, собираешь три штуки, одна и та же битва. И, видимо, меня каждый раз не побеждают. Но мне нужно... А, тут оно не работает. Собор? Угу, призрак. Как бы, да, но... Это я вернулся обратно. Кстати, может я могу где-то еще там пропрыгать как-то. А что теперь-то? Это все весело и хорошо. Я всему этому, конечно же, рад. Но! Теперь можно было бы неплохо попасть. А, теперь я могу на ту сторону, кстати, телепортироваться. Это у нас к могиле. Да, могила героя туда. Пойдемте. Теперь есть реально... Прям зачем посещать все могилы героев? Потому что мы теперь туда можем попасть. Это оттеснили очень далеко. О, а я теперь никак не попаду. Оно наверху. Ладно. Я теперь могу за водопад туда прыгнуть. Я же говорил, там есть еще игровое пространство. Но я почему-то не мог туда попасть. Вот теперь как бы могу, наверное. По этому миру можно так путешествовать. Город. Да, круто. Давайте я тут все воносю. Теперь могу телепортироваться. Вниз, дружище. А вон туда, как мне? Дропаться я при этом все равно до сих пор не могу. Как-то вниз или что-то такое. Я могу пойти сюда. Это опять же к могиле героя? А, это не к могиле героя. Здравствуйте. Домик там, где кровать? По-моему, я знаю, но... Чувак, я не могу с тобой не поговорить, ничего сделать, да? То есть ты просто появляешься и... Ладно. Очки выносливости сразу плюс 3 на золотое. Видимо... Все, что я могу взять на могилах героя, это будет действовать в этом мире. Я такой вывод делаю. Пока что из того, что я вижу, на самом деле, кто знает вообще, как это работает. Так. Ну, допустим, я могу вот сюда. Да-да, 10 монет. Ага, ага, ага. Нет повести печальнее на свете. Этот домик... Погоди. Так, 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 так. Или же... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Нет, тут это так не работает. Хм-хм-хм... Тут очень странные звуки какие-то. Тут очень странные звуки какие-то. мы там не все расследовали да можно будет тут кстати вот так вот теперь очень удобно делать я пока что в недоумении этот выход его фиг найдешь что-то связанное с нашим домиком святой крест кровать знаете в чем прикол так старое кладбище домик вход кровать что-то с не связано и святой крест дверь там откроется это то вроде как но кубок здесь но с этой же стороны ничего нет или мне кажется может под этим ковром что-то речь явно идет про этот домик и про эту кровать но что здесь дальше вы я не знаю я могу перемещаться что уже неплохо я могу попадать во всякие старые места где были могилы героев то есть я могу вот так вот делать и самое первое перемещение теперь она стала не бесполезным так уж и быть ясно понятно это куда а тут вроде ничего такого не было или мне кажется кристалл а стой я могу перемещаться через предметы что интересно тут все поросло иди теперь тут все абсолютно по-другому выглядит если правильно помню тут нигде не было на килогерую зараза они ожили я этого и боялся в прошлый раз я зачем с не со счетами можно защит ему заезжать это в принципе у меня перекат поменял я только сейчас то понял то есть механика файта от этого поменялась полностью вот этот нигде не жать неплохо стать так падает 2 тоже оживает да но мне с ними драться это мне с руки конечно прикольно победить там все дела но не чувак стой 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 ну ты ж не будешь такой свиньей ой ну да ну ты серьезно ну да я улезу отсюда тебя же бить три часа ты же вообще не обязательный моб ну зачем так делать да хорош не знаю не понравилось вот это не понравилось а нет вот могила героя ладно 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 тогда в этом есть какой-то смысл хорошо что я получу манну увеличенную их шесть не говорите мне пожалуйста что нужно собрать все шесть могил героев сейчас да я получаю свою настоящую манну я могу еще получить атаку жизнь и все дела тогда получается что я в принципе не знаю какая наша конечная цель сейчас я сюда просто по фану заглянул оказалось что нужно оу наследник победить святой крест я тебя понял погодите мне сейчас предлагают я я просто просто хочу понять мне сейчас предлагают ходить искать все эти могилы героев чтобы повысить свои статы и сразиться с последним боссом или же я могу просто пойти сразиться с последним боссом но это выглядит как сражение с последним боссом то есть я вообще думал что меня вернут в мир еще тот все то но нет мне предлагают походить здесь пособирать все могилы героев чтобы увеличить свои настоящие статы ну не увеличить а вернуть их потому что игра делает очень хитро игра говорит вот сначала ты насобираешь себе кучу статов но для последней части игры мы тебя их заберем и тебе придется проходить всю игру делать бэктрекинг проходить по всем старым локом еще раз сражаясь сражаясь с новыми мобами только для того чтобы вернуть те статы которые у тебя уже были в игре я кстати тогда не знаю как попасть в могилу героев которая находится в лесу там же она была чувак у меня у меня манну вернули депо тебе пострелять она отбивает уворачивается наследник слушай слушай наследник ну серьезно я думаю что возможно я просто не знаю чем закончится игра смогу ли загрузить последнее сохранение мне бы хотелось походить еще по цветному оригинальному миру до того как я закончу игру но это это очень выглядит как последний босс потому что очень сложный и все дела в некоторых моментах на мой взгляд игра не оправданно сложная я тебя просто застрелю наследник отдай меч у него вторая фаза да вы офигели не нет 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 это это просто нереально ха ха игра прекратили нет но это же нереально это нереально не с полными жизнями не с полная так это нереально впринт нет я понимаю что это как-то кто-то проходит но это это даже не босс на уровне dark souls это босс ну то есть по за уровнем dark souls по своей жестокости где формы две формы у него прикинь я понимаю что мне нужно было видео мне что так на 0 я его сейчас ели колупаю я к нему пошел именно потому что я на бессмертие сейчас вот я на бессмертие в эту игру сейчас игра не потому что мне как-то плевать на эту игру или она мне не нравится нет дело в том что как раз игра мне нравится и я не хочу портить тебе скажем так ощущение впечатления от этой игры она мне дает вайб эксплоринга то есть я ее воспринимаю как вот расшифровывание страниц открытие новых местностей нахождение загадок и всякое такое и вот это вот и нечеловеческая человеческая сложность с боссами она здесь просто неуместно вот причем я уже много раз говорил про то ладно дать сейчас досмотрим и я просто думаю что это финальный босс и у нас потом будет парочка минус финального слова у него сейчас если у него сейчас третья фаза будет я вам не знаю что сделаю наследник отдай меч меч отдай наследник он растворился с мечом отдай меч 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 отдай я наследник теперь и да и и Немножко бэкграунда, объяснений. Титры. Ладно, давайте пока титры. Немножечко поговорим, пару минут про эту игру. Игра абсолютно шикарная. Она очень крутая, очень классная. С точки зрения атмосферы, с точки зрения вот как она играется, как в ней находиться. Мне каждый раз хотелось в ней играть дальше. Я ждал того момента, когда я начну записывать и пойду играть дальше. Мы с вами, блин, так и не попали на снежную вершину. Туда, наверное, нужно было попадать до того, как ты попадаешь в мир духов. Хотя, может быть, и после. Вот в этом я вообще ни разу не уверен. А вот эта фишка финальная с миром духов мне немножечко не понравилась. Это не влияет на то, что я только что сказал, игра все равно шикарная. Я ее очень вам сильно рекомендую. И знаете, сам тот факт, что разработчики добавили опцию снять стамину, чтобы она вообще не реагировала. И, в принципе, проходить игру без урона, это очень правильное решение. Потому что именно по боссам игра очень жесткая. Есть некоторые мобы, которые неоправданно жесткие. Я не знаю почему. Может быть, они как-то контрятся. Ну, я то ли не нашел, то ли... Ну, мне, наверное, скорее просто было лень искать. Потому что, я же говорю, я эту игру воспринимал как эксплоринг и релакс. И я первого босса, который с мечом, я его очень долго затыкивал. Очень долго затыкивал. Я вставил нарезочку, сколько я с ним мучился. Это было по-честному. Я там вложил где-то час, наверное. Или чуть-чуть, нет, полчаса, по-моему. Я тогда произносил, сколько времени я на него вложил. Очень много. Ну, относительно много. Это было прям потно, прям вот на волосочке. Вот, 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 вот прям вот так вот. Садовый голем, он у меня отобрал практически полтора-два часа жизни. И после этого я плюнул и сказал, ну нет. Я наслаждаюсь игрой. Если я буду каждый раз вот так вот на каждом боссе тратить нервы и время, я возненавижу эту игру. Я не хотел этого. Поэтому с того момента я проходил боссов и сложные моменты на бессмертии. Не потому, что мне в лом было... Нет, именно потому, что мне в лом было заморачиваться. Эта игра не про то. Она про эксплоринг. И насчет вот этих моментов, как в Dark Souls, например, что ты можешь просто там царапать пятку дракона, пока он не сдохнет. Здесь у тебя есть определенные точки атаки, по которым ты должен бить. Иначе урон не проходит, как было с пауком-машиной. И там у него две точки атаки. А он тебя фигачит, как только может. Куча летающих мобов. Да, гейм-овер, ачивочка вылезла. Игра окончена. Интересно, где меня потом загрузят. Заново. Не хватает пять страниц. Вернитесь и поищите другой путь. Перенесите данные. Новая игра плюс. Игра плюс. Это я просто начну сейчас. Интересно, с чем я сейчас начну? Какие у меня будут умения? Давайте просто посмотрим. Да, меч все дела. А-а-а! А-а-а! У меня нет... У меня нет магии. Не хватает пять страниц. Пять страниц это не так уж и много, кстати. Но знаете, в чем прикол? У меня нет телепорта. И этот телепорт стал опять бесполезен. Потому что я теперь не могу там ничего сделать. А-а-а! В общем, смотрите. На мой взгляд, это самое большое упущение этой игры. Я всю игру вам говорил, что тут должен быть какой-то или двойной прыжок, или телепорт, или еще что-то. Что у меня тут? Пять пять... Ну, прокачан я на максимум. У меня нету магии как таковой. Хотя у меня есть магические предметы. Но они не стреляют. Я могу использовать вот эту штуку, наверное, только как подтягивание. Меч у меня есть. Я максимально прокачан. Все дела. Новая игра плюс. Ну-ка, а враги сильнее? Должны были стать сильнее, но они разрубаются с первого раза. Что у нас тут будет на этот раз? Уже есть. Ну, то есть все эти вещи абсолютно бесполезны. В новой игре плюс я могу просто поискать дополнительные эти пять страничек. Но я уверен, что как минимум три из этих дополнительных страничек, они находились на островах, куда нужно было телепортироваться. Видите, у меня не было возможности загрузиться, ну, продолжить ту же игру, просто вот в этом мире с возможностью телепортироваться, исследовать мир. Это очень жаль, потому что возможность телепортироваться появляется только в загробном мире. А загробный мир, он выглядит не так приятно для эксплоринга, например, как вот этот вот зеленый спокойный мир. И это, на мой взгляд, один из самых больших косяков игры, что очень поздно дают вот эту возможность телепортироваться. И она у вас, ну, как бы да, она у вас есть. И ходите, собирайте сколько хотите, и лазите куда угодно, и сколько хотите. Но при этом убирают возможность, убирают кучи лестниц, кучи всего-всего-всего. Опять же, дают возможность двигаться в одном направлении и ограничивают в другом направлении. Это обидно. Нету какого-то момента свободного эксплоринга, когда на все, что есть в игре, на все обилки, на просто походи, поищи, посмотри. Вот. А хотелось бы. Да, закрыто. Ключки, кстати, я все потратил. Вот. Ну, неважно. А книжку, погоди. Книжка, а книжка у меня все-таки осталась. Еще одна тема с расшифровкой книги. Это не минус. Как на мой взгляд, это огромнейший плюс, и это сделано очень интересно. Но это сделано интересно именно в том смысле, что им нужно искать, расшифровывать, находить, что-то думать, что-то это. Но если там есть какая-то информация, которая влияет на сложность игры, и ты не можешь пройти, тебе сложно, и ты не можешь прочитать об этом, потому что чертова книжка не переведена. Ладно, 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 все. Это можно расусоливать еще очень долго. Давайте подводить некие итоги. Итак, игра очень классная. Я ее вам очень рекомендую. Она тяжелая. Я бы сказал, очень тяжелая. В определенный момент она становится невыносимо тяжелой. Лично, как по мне, я знаю, вы можете мне писать, что типа, я играть не умею. Да, запросто я прочитаю эти комменты, я вам даже лайк за них поставлю. Вот. Но дело не в том, смотря как вы настроитесь играть. Если вы настроитесь эксплорить, то вот вам, пожалуйста, опция без урона. Если вы настроитесь проходить ее хардово, прям убивая всех боссов, вы, наверное, потратите довольно много времени, потому что игра тяжелая. Она мне понравилась? Да, она мне понравилась. Хотел бы я как-то что-то поменять? Вот то, что я говорю. Я хотел бы какой-то свободный эксплоринг с возможностью телепортации. Просто есть подобного рода игры, вот и Ori and the Blind Forest, и все. Когда у тебя есть все обилки, и ты можешь вернуться и походить по всей карте, собрать все, что там было. Здесь мне, к сожалению, этого не позволили, потому что была финальная фаза этого теневого мира. Вот. И из нее никак не вернуться. Из нее вернуться только победив наследника. Но это уже конец игры. Вот в NG Plus перебрасывают. Я тогда не вижу смысла в NG Plus, потому что мы сюда вернулись. У нас есть часть вещей, но мы не можем ими пользоваться. И все равно все упирается в то, что я не могу попасть именно в теме... Да, у нас есть неразгадные загадки, согласен. Есть загадка со стульями. Все, да. Но, опять же, смысл NG Plus немножечко теряется. Не знаю, на что и как это рассчитано. Может быть, просто я что-то не увидел. Может быть, я что-то не распробовал. Все, ребятушки, будем на этом заканчивать. Игрушкой я остался доволен. Рекомендую вам в нее поиграть. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Все молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok